Здравствуйте, я просто коротко скажу, что для меня, конечно, большая честь, что я здесь нахожусь. Я с огромным уважением и с любовью бесконечно относилась и всегда буду относиться к Борису Немцову. И благодарю за то, что мы имели возможность с ним общаться, советовать, и я могла быть полезной в том, чем он занимался. И даже однажды вместе с ним выступали в Нижнем Новгороде, и я всё время теперь вспоминаю эту встречу. Поэтому ещё раз спасибо всем, кто здесь дал нам возможность встретиться и поговорить. Я только поправлю вас, я в Коммерсанте уже три года как-то не работаю. Официально мои обзоры выходят каждую неделю на радиостанциях Москвы. Но я действительно слежу пристально за телевидением, наверное, уж лет больше 20. Я бы, знаете, хотела что сказать, конечно, тут никакой, наверное, Америки я не открою. Водораздел в России в обществе очень сильный, я бы сказала, радикальный, произошёл в 2014 году во время конфликта на Украине. И никакие указы, постановления, собственно, их и не было, у нас не была официально объявлена война между двумя странами. Это, конечно, только силами российского государственного телевидения произошло. И, как сказал однажды Михаил Жванецкий уже после конфликта, ну, 40 лет, это минимум, наверное, и Сокуров говорил. Это минимум, сколько уйдёт времени для того, чтобы нам восстановить отношения. Когда на общенациональных телевизионных каналах, которые охватывают 100% территории страны, в одном выпуске новостей по 10 раз говорят слово «фашисты» применительно к соседнему государству, дружественному, где говорят, в общем, большинство населения на том же языке, что и в России, здесь большего и не надо. Во время конфликта ушли на второй план все новости, даже новости о единой России, поскольку я этим занималась очень жёстко и мониторила, у меня об этом были и тексты, в общем, в некоторых СМИ. Вот именно эта агрессия и эта непримиримость, местами переходящая в полную совершенно неадекватность, они, собственно, и провели вот этот водораздел между двумя странами. А на это уже нанизывалась, естественно, ситуация с Крымом, ситуация ненависти к Европе, к Западу, к Америке, и все внутриполитические ситуации, даже хроники Путина, там всякие паркеты его совещания, это всё уходило на второй ряд. Почему это востребовано было, насколько это было эффективно? Да, это было эффективно, это эффективно до сих пор. Средний возраст российских телезрителей, те, кто смотрит сейчас телевизор, не 50 с лишним глубоко, не 80, не 70, а 48 лет. Три последних года, 14, 15 и 16 год, вот данные свежие у меня на сентябрь этого года, средний возраст телевизионной аудитории в России 48 лет. То есть это вполне активные, платежеспособные люди, они очень активно смотрят новости. Среди самых популярных программ российского телевидения находится программа Владимира Соловьёва «Вести недели». Поэтому это, конечно, надо понимать, и иллюзий здесь, конечно, никаких нет. Телевидение делает чудовищную работу по манипуляции, подмене понятий. Телевидение по-прежнему, несмотря на разные дискуссии, доклады о том, что интернет шагает по стране, нет, он не шагает по стране так широко, как телевизор. У нас очень консервативная страна с огромной территорией, где далеко за пределами больших городов интернет, к сожалению, работает слабо, в том числе в силу экономических возможностей наших граждан. Поэтому телевидение единственно массовый, доступный и широкий, как сказать, источник получения. Информации я здесь никогда не скажу, но, в общем, то, что люди узнают, это из телевизора. И ответственность на тех, кто формирует повестку дня и тех, кто взаимодействует на телевидении с властью, она просто чрезмерна и высока. И те проблемы, которые сейчас есть в российском обществе, это, конечно, 90%, но это уже моя личная точка зрения, исходя из того, что я знаю, это влияние телевидения. То, что произошло в 2014 году во время Крыма, Украины, а потом ситуации на Донбассе, я считаю, что это было просто преступление, сделанное руками российского телевидения. Говорю это совершенно ответственно, потому что, повторюсь, когда в течение 10 выпусков, без всяких оговорок, без всяких скобок, целиком население Украины называется фашистским государством, в общенациональном эфире, это недопустимые вещи, даже не объявленные, это не авторская программа, это главная политическая программа общенационального канала. Поэтому, и еще одну вещь я хотела бы сказать, мне кажется, поскольку, наверное, малая часть из вас смотрит телевизор, опять же, мне кажется, я в последнем обзоре на эхо своем это упомянула, например, на канале «Россия-1», это государственный общенациональный телеканал, появилась новая программа команды с Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров безотносительно сейчас его даже политической деятельности является главой субъекта федерации. Ни один другой губернатор в нашей стране, вот за все время, что существует уже новая Россия, не получал еженедельное шоу на общенациональном телеканале, пусть оно даже сейчас выходит в ночном эфире. У меня нет ответа на вопрос, для кого адресована программа с Рамзаном Кадыровым, почему именно этому главе республики надо подбирать помощников, почему об этом надо рассказывать российской аудитории, почему не Калининградской области, например, где у нас никак не могут выбрать Астраханская, Волгоградская, у нас 89 субъектов федерации, если я не ошибаюсь. Почему именно эта программа вот так персонифицирована? На мой взгляд, это очень о многом говорит больше, чем, может быть, какие-то другие примеры. Не знаю, будет ли эта программа продолжена в свете последних событий, мне самой интересно, но вот такая программа у нас появилась. Мне кажется, это очень тревожный, если сказать, мой необъяснимый тренд для нынешнего состояния нашего общества. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.